Верховный суд РФ оставил без изменения приговор Тверского областного суда по делу Юрия Барановского, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса. В патрульной службе мы рассказывали о судебном процессе по уголовному делу Юрия Барановского, обвиняемого в убийстве своего знакомого. Барановский под надуманным предлогом вывез знакомого на его автомобиле «Шеврале Лачетти» в лесной массив в районе 29-го километра автодороги «Большие Барки» Старица. Желая завладеть автомобилем, Барановский напал на знакомого, нанеся ему не менее 30 ударов неустановленным предметом. Смерть мужчины наступила на месте. Барановский обезглавил труп, захоронил его неподалеку и скрылся на автомобиле убитого. Пропавшего мужчину родственники объявили в розыск. Расследованием уголовного дела занимался тогда еще старший следователь Заволжского международного следственного отдела города Двери регионального следственного комитета Забит Забитов. На первоначальном этапе было практически мало каких, так сказать, зацепок. Работу проводили, не считаясь личным временем, как, соответственно, я, так и оперативные службы. Удалось нам установить лицо, совершившее данное поступление, причем, я бы сказал, что в кратчайшие сроки. Подозреваемого задержали, но первоначально он все отрицал. Лично я сам с ним пообщался, то есть получилось у нас его убедить, чтобы он нам рассказал. Первоначально он, конечно, это все, свою преступную деятельность скрывал, говорил, что ни в чем не причастие, но после того, как нашли, так сказать, психологический контакт, показал, где он совершил это преступление, рассказал детали этого преступления, ну и, соответственно, показал, где захоронен труп. В июне 2019 года в Тверском областном суде Барановский признан виновным в совершении убийства и ему назначено наказание в виде лишения свободы на 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также судом взыскан с Барановского 1 миллион рублей в счет компенсации морального вреда в пользу потерпевшей. Самый главный результат это для нас обвинительный приговор, так как обвинительным приговором, говорится, складывается вся работа следователя, что без никаких, скажем, промахов все было сделано правильно и, соответственно, лицо, совершившее преступление, понесло наказание. 12 сентября Верховный суд Российской Федерации рассмотрит жалобу защитника на приговор Тверского областного суда по делу Вадима Ковальковского. Ковальковский признан виновным в совершении пяти преступлений. Тверским областным судом ему назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Дело рассматривалось с участием коллегии присяжных заседателей. Напомним, в конце 2018 года Ковальковский уже был осужден на 6 лет колонии общего режима с принудительной мерой медицинского характера и выплатой компенсации потерпевшим на сумму свыше 1 миллиона 200 тысяч рублей. Тогда вердиктом коллегии присяжных заседателей Ковальковский признан виновным, но заслуживающим с них схождения в умышленном уничтожении путем поджога трех домов, детского сада и автомобиля в городе Балагое. На совершении Ковальковским убийства пятерых жителей Балагоя в подожженном им доме по улице 2-я Сциалистическая присяжными признано недоказанным. По этому эпизоду он был оправдан, но вот мнение следствия. Следствием установлено, что 9 марта 2015 года в ночное время мужчина, находясь вблизи двухэтажного деревянного многоквартирного дома, расположенного в городе Балагое Тверской области, путем свободного доступа через незапертую дверь прошел в единственный подъезд дома, где под деревянной лестницей ведущий на второй этаж обнаружил пакет и сухие тряпки, которым поднес пламя, имевшееся при нем зажигалки, отчего они загорелись и огонь начал распространяться на деревянные конструкции дома, поднимаясь вверх по лестнице. Убедившись в этом, мужчина, не предпринимая мер к оповещению о пожаре находившихся в доме людей, отошел на безопасное расстояние, где стал наблюдать за распространением огня, а также действиями прибывших для тушения пожара сотрудников МЧС и поведения пострадавших от пожара и жителями соседних домов. После вердикта суда областная прокуратура подала представление. Недовольной приговором осталась и одна из потерпевших, которая на пожаре по социалистической потеряла ребенка. Женщина подала жалобу. Как мы рассказывали, интерес к огню у молодого человека появился в процессе работы пожарным в Балаговской пожарной части. Вот только удовольствие ему доставляло не тушение огня, а сам огонь и суета людей вокруг горящего строения. Все поджоги теперь уже осужденный осуществлял ночью. И жилой деревянный дом, где жили семьи с маленькими детьми, он тоже поджег ночью, когда люди мирно спали. Новая коллегия присяжных вынесла обвинительный вердикт.